здравия желаю друзья представлю вашему вниманию еще один медицинский рюкзак который мы собрали эдакий прототип он уже укомплектован уже собран сколько насколько у нас средства позволят столько штук мы соберем соответственно все это на фронт отправим вам показываю с целью какой во-первых в комментариях если будут какие-то дополнения предложения какие-то корректировки пишите пожалуйста сделаем еще лучше либо опять же кто-то не знает как собрать не знать как оказать помощь ребятам что им отправить вот готовый вариант можете делать также по рюкзаку это рюкзак а т.г. копия всем известного медицинского рюкзака м9 доработанная копия вот соответственно что у нас здесь по внешке здесь прикреплены на носилки волокуши то есть они здесь у нас фиксируются можно их отстегнуть я сейчас просто вот так сделаю отдельно по волокушам этим пластиковым я видео сниму то есть это копия наровских волокуш отличные шикарно работают прекрасно носилки мы потом еще сюда будем добавлять когда будем отвозить мягкие носилки то есть у медика по факту будут и пластиковые волокуши и мягкие носилки он уже сам будет там ребята будут на месте сами разбираться что им надо в какой что уложить что не ложить что в машине оставить что крюк закупит орочить дальше здесь по внешке что у нас еще два отрывных подсумка я оторву покажу что в них дальше соответственно вот ведь это все на малях укрепится можем закрепить еще что-то там это как бы уже вариативность есть еще один большой подсумок по нему тоже покажу что здесь есть тоже закреплен на малях у как видите место еще есть можно засунуть какой-то инструмент ножницы там стропорез фонарь там да это все вот здесь еще можно добавить и по бокам здесь мы тоже видим значит два ряда строп сюда можно то есть данном случае вот как вариант сюда накинут подсумок для турникета таких подсумков будет по два с каждой стороны и в них либо турникеты будут либо эластичные жгуты медик сам решит что ему что ему надо как ему лучше дальше по тыльной стороне вот на тыльная сторона наша здесь просто сетка идет здесь кстати говорим можно каптаж доделать если хотите вот значит сетка внутри внутри располагаются три вот таких шина то есть гибкие шины три штуки сюда их прекрасно влезает и они таким образом формируют жесткую спинку дальше лямки как видите здесь лямки вот таким вот образом крепятся мягкая плечевая составляющая грудная стяжка фастекс возможно быстрого сброса и быстрой регулировки но это соответственно видите она достаточно такая вот крупная бронежилет не всегда эту удобно использовать и в этом случае можно сделать следующее внутри есть еще вот такие лямки то есть видите вот они тонкие с броником конфликта не будет и точно так же крепятся на точно так же крепится на фастекс все то же самое только что она тонкая то есть опять же специалист который получает рюкзак он сам решит какие глянки используется это она элементарно отсюда убирается если что это по тыловой части ну тут бог то же самое вверх 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 рукоятка для переноски здесь рукоятка для переноски здесь рукоятки хорошая широкая в перчатках без проблем схватить можно вот так теперь по подсумкам о так по подсумкам подсумки одинаковые то есть они дублируют друг друга и вот оторвал для чего для того чтобы если нужно оказать помощь там одному раненому и в принципе содержимого подсумка хватит то вот только его использовать рюкзак весь не открывать что в подсумке здесь она еще наглухо допустим не закреплено то есть мы видите сразу вывалился турникет и ножницы но опять же там медик уже сам по факту разместить так как ему удобнее меди в данном случае есть турникет проект лиф в этом рюкзаке мы используем турникет лиф и турникет и туда зашел турникет у нас тактикс тоже рабочий турникет абсолютно хороший нормальный рабочий турникет можно пользоваться как и лифовским значит дальше здесь что у нас два обычных бинта и 6-дюймовый бандаж бандаж здесь тоже лиф но это не принципиально собственно кто производитель главное что 6 дюймов нормальный бандаж чтобы был так ножницы понятно перчатки маркер обязательно должен быть и здесь вот еще здесь еще соответственно бинт для тампонады и 2 2 пластыря окклюзионных соответственно вентилируемый и герметичные два штуки тоже лифовские сюда еще наверное добавим один бинт для тампонады гемостатический например план тагу сюда еще один добавим уже есть в рюкзаке но добавим на нащупку по одному в аптечку это аптечка отрывная это точно такая же их две штуки дальше идем так вот этот подсумок верхний да здесь место для патча там нет что было написано или крестик или руну там кому что надо в общем для обозначения что у нас здесь здесь привязка 3 перевязочных пакета бандажа 4 дюймовых два обычных и два жгута эластичных видео там два жгута пока предварительно сюда опять же медик там уже решит что как может быть он сюда еще одну перевязку засунет это вот в этом подсумке то есть чтобы опять же не открывать вот все сразу перевязка бандажи все здесь идем дальше так открываем рюкзак и что мы видим значит так ну по вот этому отделению здесь у нас есть соответственно карман один карман 2 и здесь съемная панель вот такая с резинками для того что можно было закрепить инструмент пока здесь предварительно мы решили вот так поставим 5 кол по 2 нефопомов каждый там уже медики сами сами разберутся как что им туда лучше положить пока предварительно вот так дальше вот этот карман здесь у нас располагается что кто что перчатки наглазники вот такие противоожоговые салфетки вывалилась но опять же медики сами уже расположены так как им удобнее карточки пострадавшего вот эти значит противоожоговые салфетки как я показал таблетки таблетки значит парацетамол да положим и и вот он и бупрофен какие-то еще таблетки там уже медик опять же сам разберется пока просто предварительно вот так положили в целом место еще в этом кармане есть чтобы что-то положить сейчас только в сторону положим дальше вот этот карман он забит спасательными одеялами и тоже перчатки еще добавлено видите да положили вот так дальше опять же повторюсь это все вариативно пока что я главным образом показываю и наполнение и организацию рюкзака организацию рюкзака дальше вот здесь вот здесь я не показал и сейчас вот вам я покажу есть вот это отделение она открывается открывается сюда опять же много чего можно засунуть данном случае здесь сразу идет чехол непромокаемый для рюкзака он весь полностью закрывает и там у нас еще вот такие эластичные бинты лежат тоже проект лиф набрали мы их вот таких бинтов это косынка на руку это тоже косынка еще турникеты и хлоргексидин с перекись водорода это вот здесь лежит соответственно это мы посмотрели дальше вот это отделение здесь у нас растворы капельницы как это это все здесь вот два вот таких по пол-литра точно помещаются одной рукой не очень удобно поэтому пока оставлю открытым дальше но здесь видите просто мы еще доложили также хлоргексидин с перекисью там уже сами разберутся куда их лучше положить еще не ножницы здесь опять же видите до организации внутри тоже есть маляха как малях на резинках все это ты ножницы положили в малях и закрепили химические источники света вот они еще здесь есть и вот это морях она вот это резиновая на идет по всему периметру дальше следующий карман эти все карманы здесь отрывные всех можно открываются их можно при необходимости просто вырвать и уже пользоваться только им не все при законом в рюкзаке не копаться они обозначены разным цветом можно если что здесь еще маркером подписать где здесь что находится если надо в этом кармане у нас гемостатические бинты калиновая плантага кроме того здесь обычные бинты для тампонады заслуженные просто обычные бинты и здесь здесь находится абдоминальный бандаж что такой большой это в этом кармане дальше вот этот карман здесь находится шприц и спиртовые салфетки где-то лежат и ампульница ампульница здесь мы что положили кетопрофен потом соответственно метэклопромид витамин b у нас здесь это передоксин то у нас еще дексаметазон и физраствор просто натрия хлорид вот опять же медики сами там как бы как надо им расположен но вот такой вариант опять же влезает так ну и крайний крайний карман остался крайний карман нас здесь вот он значит здесь у нас воздуховод салфетки для стимуляции дыхания этим и пластыри еще одни пластыри окклюзионные то есть у нас были в отрывных аптечках и соответственно еще вот здесь в том числе есть нас по дыханию вот примерно такой рюкзак вот его организации за но сразу же показываю как изнутри организован рюкзак от а т.г. сразу могу сказать что очень хорошее качество прям вот качество претензий вообще нет хорошо сделан все четко вопросов нет по вместимости думаю все вполне наглядно наглядно более чем так вот еще крупным планом вот вам стежки до прошивка если есть какие-то дополнения может быть какие-то корректировки то пишите в комментариях а так в общем и в целом вот вариант повторюсь это вариант под разные подразделения и под разные задачи это все может изменяться но вот примерно вот такой прототип мы соберем соответственно именно вот таких рюкзаков ну сколько сможем как нас там средства позволят сколько там нас убираем столько соответственно и сделаем ребятам передадим все до новых встреч слава россии быть добро